Челнинские врачи начали выходить из красной зоны. На этой неделе горбольница номер 5 вернулась к основному профилю работы. Напомню, медучреждение на протяжении двух месяцев принимало больных с COVID-19. Сегодня корреспондент Челны-24 Эльмира Гайнудинова в числе первых побывала в стационаре, который завершил переход в зеленую зону. Среди долгожданных своих пациентов 5-й горбольницы Давлетгар Аглямов. Он пришел к медикам сегодня. Разболелся глаз. На протяжении нескольких месяцев мужчина старался не выходить из дома. Ему уже за 70. Но недобогание заставило выйти из самоизоляции. Благо, горбольница номер 5 возобновила прием экстренных пациентов. Глаза болит, никуда идти. Я постоянный клиент уже здесь. И по кардиологии тоже. В этом году два раза лежал уже. И вот глазом сейчас. Еще несколько дней назад челнинцам с такими заболеваниями приходилось искать, куда обратиться. Пока 5-я горбольница была на передовой борьбы с ковидом, часть врачей перевели в другие стационары или поликлиники. А некоторым пациентам пришлось отложить лечение. Здесь, конечно, да, у нас возникли небольшие трудности. В том плане, что в течение нескольких месяцев главную службу мы отсрочили. И, получается, те пациенты, которые были уже даже записаны на операции в этом году, эту помощь получить не смогли. За три дня работы горбольницы номер 5 по своему основному профилю за медицинской помощью обратились уже более 300 пациентов. Каждый третий был госпитализирован. Кладут в больницу соблюдение противоэпидемических мер. В стационаре разработана многоступенчатая проверка, что должно исключить распространение инфекции. Мерим температуру больных, собираем эпидонамнез. Если они сомнительные даже, мы их отправляем в сторону компьютер-томографии. Каждый поступивший пациент проводит некоторое время в буферной зоне. Здесь у него берут тест на коронавирус. И только если результат отрицательный, направят в основное отделение. А до этого и медики соблюдают меры безопасности. Реанимация все равно остается условно красной зоной. Поэтому есть у нас специальная палата отведена для этого, для больных ковидных под вопросом. И поэтому мы пока там еще в реанимации будем ходить в костюмах. Однако теперь в защитных костюмах не нужно ходить всю смену. Только при работе с пациентами, у которых еще не готов тест на ковид-19. Еще одна сложность, которую испытали врачи – три месяца они не видели родных. Ни минуты не сомневаюсь, мы пошли вместе в команде с моей родной сестрой. Работу, работать и работать, не боясь ничего. Три месяца мы не видели детей, потому что мы их отвезли в начале мая. Там же уже такая обстановка была напряженная. Мы знали уже, догадывались, что скорее всего нас перепрофилируют. В красной зоне работали 84 врача и 125 медсестер. Сейчас они рады вернуться к привычному образу жизни. Конечно, радость того, что все-таки это рано или поздно все, что начинается, это всегда заканчивается. И, конечно, заканчивается с хорошими эмоциями. Все-таки большое количество было потрачено сил на спасение наших пациентов. Я считаю, что мы с этой задачей справились. Вот в таких защитных костюмах приходилось работать медиком на протяжении целой смены. Работать в них очень жарко на самом деле. И после конца рабочего дня они приходили уже на дезинфекцию, которую прошли и мы с оператором. Съемочная группа программы «Челны-24» продезинфицирована, чтобы исключить возможное распространение COVID-19.